27 ноября. Среда Мадин Алмолдина в студии телеканала Атамикен Бизнес и о главных событиях к этому часу. Все тот же список. Рост цен на продукты, безработица и отсутствие жилья по-прежнему волнуют казахстанцев. Отмечали респонденты, что им не хватает возможности для качественного проведения досуга. Тотальная коррупция, ущерб от хищения в сфере водных ресурсов превысил 5 миллиардов тенге. Почему в стратегическом направлении накопилось столько проблем и как их намерены решать, сегодня на эту тему говорим с гостем в студии Атамикен Бизнес. Казахстан будет твердо отстаивать интересы бизнеса за рубежом. Об этом президент Касымжумар Тукаев заявил на встрече с главами иностранных дипломатических миссий в Аккорде. При этом он отметил, что Казахстан по-прежнему открыт для международного сотрудничества. Я процитирую. Этот процесс будет иметь продолжение с учетом принципов взаимности. Важнейший приоритет обеспечения нового уровня экономизации внешней политики. Перед дипломатами поставлена задача по привлечению качественных инвестиций в экономику страны. Конец цитаты. Я хочу, что на днях начинается официальный визит Касымжумар Тукаева в Кыргызстан. Будет обсуждаться экономическое партнерство двух стран. Ну а вот проблемы экономического характера, что беспокоят казахстанцев, все те же. Это рост цен на продукты, безработица и жилье. Такие результаты показал республиканский опрос населения. В исследовании приняли участие более двух с половиной тысяч респондентов со всей республики, включая селы. Стоит отметить, что социологи обсудили ответы респондентов с активистами регионов. Они в свою очередь отмечали, что эти результаты реалистичны и вполне отражают настоящую картину проблем. Как я уже сказал, они основаны на международном компоненте. Достаточно для нас интересен был вопрос, что в Алматинской области как раз вопрос проведения досуга отмечали респонденты, что им не хватает возможности для качественного проведения досуга. Хотя из досуговых мероприятий было две, выделено просто досуг и проведение здорового досуга. Население Казахстана уже через 30 лет может достичь отметки в 24 миллиона человек. Такие выводы делают аналитики портала Рэнкинг, проведя исследования на основе данных Министерства национальной экономики. Согласно прогнозам ООН, численность населения в мире будет расти ускоренными темпами и увеличится до более чем 9,5 миллиардов к 2050 году. При этом рост населения ведет к росту доли пожилых людей. Пять лет назад в Казахстане жители старше 65 лет составляли 6,8% от населения, ну а сейчас уже 7,5%. По прогнозам, к 2050 году доля пожилых людей в стране вырастет в два раза. На одного пенсионера в возрасте от 65 лет будет приходиться лишь 3,5 человека трудоспособного возраста. Свыше 5 миллиардов тенге составил ущерб от коррупции в сфере водных ресурсов за последние три года. Об этом сегодня на парламентских слушаниях в Сенате парламента сообщил депутат Хайрат Кожамжаров. На повестке дня «Водная безопасность Казахстана». Как отметил Кожамжаров, за этот период правоохранительными органами выявлено 102 уголовных преступления, осуждено 30 должностных лиц. По стране 29 из 50 проектов реконструкции гидротехнических сооружений и групповых водопроводов реализованы с нарушением сроков сдачи и в эксплуатацию от 1 до 10 лет. Подробнее о ходе парламентских слушаний расскажет моя коллега Улпан Бегалина. Она сейчас на прямой связи со студией издания Сената. Улпан, добрый день. Какие у тебя новости к данному часу? Добрый день, Мадина. Если кратко резюмировать сегодняшние парламентские слушания, то вездесущая коррупция проникла и в такую стратегическую сферу, как водная. По этой теме высказали сенатор Хайрат Кожамжаров и глава счетного комитета Наталья Годунова. Я хочу акцентировать ваше внимание на следующих цифрах. Отмечу, что на сегодня объем водопотерь составляет 40%, при том, что в США это 11%, а в России 21%. Причина тому – это ветхое состояние водной инфраструктуры, при том, что с 2011 года на реализацию проектов по водоотведению водоснабжения было выделено 589 миллиардов бюджетных тенге. Согласитесь, сумма колоссальная. Также неутешительная ситуация складывается и с водопроизводителями и плотинами. Из более чем 400 дамп декларация безопасности имеет только 6, при том, что их износ в среднем составляет 40-80%. Упана, а каков уровень загрязнения водоемов? Есть такие данные? Да, к сожалению, с чистотой водных ресурсов ситуация обстоит не так хорошо. Исследования показали, что из 139 водных объектов к нормативно чистым относены только 4 реки и Каспийское море. 102 объекта относятся к степени умеренного уровня загрязнения. Это 68 рек, 17 озер, 14 водохранилищ и 3 канала. Высокий уровень загрязнения у 16 рек и 14 озер. Чрезвычайно загрязненными являются 4 реки. Это Красноярка в Североказахстанской области и реки Аксу-Кылшекты-Шагалы в Акмолинской области и озеро Майбалык в Акмолинской области. Между тем, глава счетного комитета Наталья Годунова обратила внимание на низкий уровень внедрения водосберегающих технологий. Кроме того, установлены факты корректировки проекта сметной документации. Причем ПСД снова принимались без прохождения повторной экспертизы. Имеет также место факты завышения сметной стоимости. Так, по проверенным 10 объектам завышение составило 5,5 миллиардов тенге. И, как отметила глава счетного комитета Наталья Годунова, на эти средства можно было построить 5 школ. Между тем, в результате госаудита комитета по водным ресурсам выявлено 2,5 миллиарда тенге. Финансовых нарушений на 2,5 миллиарда тенге. И на этом у меня пока вся информация к данному часу. Подробности вечерней выпуски новостей. Мадина, передаю слово вам. Спасибо, УПА. Но отмечу, что говоря о водных ресурсах, одной из важных проблем остается проблема паводков. Наводнения составляют примерно одну треть всех стихийных бедствий во всем мире. Это больной вопрос не только в нашей стране. От природных стихий не застрахован никто, даже развитые государства. Но ситуацию легче предупредить, чем после разбираться с последствиями. Это говорит мировая практика. И несмотря на глобальное потепление и дефицит речных вод, о которых заявляют мировые агентства, проблема паводков у нас как никогда актуальна. Сегодня у нас в студии заместитель председателя комитета по водным ресурсам Марат Имманолий. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день, Марат Уальханович. И вот умение бороться с наводнениями во многих странах это принято считать критерием профпригодности для чиновников. И об эффективности проводимых работ всегда говорят наши цифры. Кто ведет статистику по наводнениям ежегодно? Статистику по наводнениям ведем так и мы тоже ведем. Потому что в любом случае наша задача на сооружениях республиканской собственности, а также создать тот режим водный, чтобы предотвратить паводок. То есть это делается за годи. То есть мы уже начиная с осени, имея прогноз, начинаем регулировать режим, определять режим водохранилищ для того, чтобы весной можно было спокойно пропустить паводковый сток. Но если все-таки говорить о цифрах в общем, то какая динамика наблюдается за последние годы? Все-таки увеличивается у нас ущерб от наводнений? Или есть какая-то положительная сдвиги в этом плане? По ущербу я вам точно не скажу. Почему? Потому что мы в данном случае уже когда, если действительно случается ущерб, мы уже там как бы не участвуем. Здесь уже функция Министерства внутренних дел на данный момент. Значит, статистика увеличивается. Ну, в целом, можно сказать, в связи с изменением климата, как вы уже заметили, наблюдается такая тенденция, что, как уже было неоднократно сказано, такая дружная весна, такой термин. В связи с медным потеплением? Ну, в том числе, да, можно и так сказать. То есть в любом случае климат, мы это наблюдаем на протяжении последних нескольких лет, то есть очень резкое потепление, то есть самое главное повышение ночных температур, да, соответственно, а количество осадков, самое главное не увеличилось, на самом деле, да, то есть их не стало больше, то есть именно вот это резкое потепление, именно начало... То есть хотите сказать, что снег всегда начинает таять неожиданно? Ну, не то, что неожиданно, он начинает очень быстро таять, то есть, соответственно, резкий подъем воды, в общем, приход воды, да, с которой каждое сооружение, да, оно планирует, когда мы строили их, большинство из нас было построено, эти сооружения было еще построено 30-50, то есть в советское время, тогда ситуация гидрологическая была несколько иначе, и когда проектировали, то есть проектировали под те гидрологические условия, да, то есть они сейчас изменились, соответственно, параметры сооружения иногда... А можно сказать, что в советское время этой проблеме уделялось больше внимания? Можно и так сказать, но не то, что можно сказать, то есть когда изначально планировалось, строились сооружения, то есть предварительно проводилось, необходимо должно проводиться изучение, то есть гидрологическое изучение... И ситуация, в принципе, изменилась с распадом Советского Союза? Да, она не изменилась, то есть сейчас, как я сказал, изменился... Подход? Не подход, изменилось климатические факторы, то есть те сооружения, которые были построены под одни гидрологические условия, они сейчас в новых условиях, они бывают... — А существуют ли у нас на сегодня карты с проблемными участками? Кто ими занимается? — Да, такие карты существуют. — Они, кажется, называются «карта угроз», да? — Да. Я вам скажу, что в свое время такая карта угроз была сделана. Тогда еще были, естественно, по чрезвычайничеству оценки, ВДН есть. Такие карты есть у нас, где мы потенциально можем... Плюс к этому мы в любом случае каждый год разрабатываем свои карты, то есть предварительно, где, возможно, будут, так скажем, слабые участки определять. — Марат Мурханович, а какие регионы у нас самые опасные считаются в паводковом плане? — Ну, здесь это стабильно центральный регион, да, Карагандийская область, Порниска, Североказахстанская, ВКО. — Ну, в зону риска входит и Кокшитал. — Ну, вот у нас это весной там прорвало дамбу Кенесаринского водохранилища. Специалисты департамента по ОЧС вот уже несколько лет говорят о необходимости вскрытия данной плотины. По их мнению, чрезвычайной ситуации не возникло бы, если бы вода шла своим течением. Водохранилище небольшое. До 2017 года оно было бесхозным. С прошлого года относится к республиканскому учреждению Казводхоз. В результате обрушения плотины 2,5 миллиона кубических метров воды по реке Кылшахты направилась в сторону Кокшитау. Вода вышла из русла реки и за считанные часы затопила свыше 10 жилых домов, а также производственные объекты и улицы. Десятки жителей были перевезены в безопасное место. Вот хотелось бы узнать, что предпринято сегодня на этом участке. А, ну давайте с самого начала. Да, когда вы принимали республиканскую собственность Казводхоз, оно уже было аварийным. То есть мы его приняли. Деньги, так скажем, финансовые средства на ремонт непосредственно за счет Казводхоза работы проведены. В принципе, так что я думаю, в этом году у нас все будет спокойно. В этом году, думаете, все наладится? Конечно. Но вообще в республике всего 127 противопаводковых дам. В собственности государства находится 10 дам, в коммунальной 99, в частной собственности 18. Вот такие данные нам представило Министерство экологии. Можете сейчас сказать, какая форма собственности сегодня оказалась наиболее эффективной? Ну, на самом деле, какая форма собственности эффективна, давайте тогда так порассуждаем. В любом случае, ремонт, такой крупный, реконструкция, новое строительство, ремонт, крупный ремонт гидротехнических сооружений, в любом случае, как говорится, за счет, как вот сейчас принято говорить, инвестиций, частных инвестиций, да, он почти невозможен, потому что, ну, как бы, частному бизнесу невыгодно этим заниматься. Предусмотрены государственные вливания, да, получается, частное бизнес? На самом деле, здесь, в принципе, опыт всех стран показывает в том, что здесь необходимо, да, государственные вливания, то есть бюджетные инвестиции для того, чтобы произвести, это очень дорогостоящие мероприятия, вы должны понимать, да, и бизнесу, как бы, потом эти деньги обратно отработать очень трудно, то есть, ну, как бы, скажем так, непривлекательно. Поэтому, да, это только республиканские. И я вам такое скажу, то есть, мы каждый год проводим перед, так сказать, предпаводка обследования гидротехнических сооружений, в этом году мы провели, так, на данный момент, правильно сказать, тысяча, более 1300 обследований, сооружений обследовали, да, и из них 600 с лишним сооружений, да, они, как говорится, мы видим проблемы. Вот, и большинство из этих 600, да, более 600, да, это коммунальная собственность. Вот, то есть, здесь говорится о том, что... Коммунальную собственность передали, по-моему, дамбы, которые оказались бесхозными. Здесь, если говорить, сейчас я закончу мост, если можно, то есть, какой, то есть, уровень деспубликанский бюджет, да, он, как бы, возможности у него больше, у коммунального поменьше, то есть, вот вам, как говорится, ответ на этот вопрос, то есть, где возможность бюджетных вливания больше, там и соответственно. Соответственно, проблем меньше. Вот, что касается передачи коммунальной собственности, то здесь, согласно Гражданскому кодексу, это непосредственно обязанности Акимата, то есть, Акимата выявляют бесхозяйные сооружения, ставят их на, в первоначале, на учет, и в течение года, если никто уже из собственников не, так сказать, не заявил свои права на него, да, подаются материалы в суд, суд признает их коммунальной собственностью переводить. Ну, а если дамбы все-таки в частной собственности, контроль государства там как-то присутствует? Да, разумеется, то есть, в 2014 году нам, вот, комитет по водным ресурсам, были переданы функции по государственному контролю за безопасностью гидротехнических сооружений. Депосредственно, непосредственно проверки у нас проводят бассейновые инспекции. Вот, мы, вот, если вы помните, в прошлом году были приняты поправки в предпринимательский кодекс. Мы, пользуясь этим, очень много моментов именно по безопасности ввели в наши критерии оценки степени рисков, то есть, такие моменты, как имеется ли, проведены ли определения критерий безопасности, проводились ли по ним, их определения, то есть, либо их корректировка, проводились ли многофакторные обследования, вот это все включено в вопросы проверок, то есть, государственные, и мы по ним будем. Вообще, прогнозирование паводков, это компетенция Вашего ведомства? Если мы говорим про министерство в целом, я почему говорю про министерство, здесь прогнозирование паводков, это несколько вопросов. То есть, это, конечно, прогноз, прогноз имеется в виду гидрометриологический прогноз, прогноз состояния, то есть, здесь работает как данные по, какая у нас будет прогноз по погоде, в ближайшие данные, нам обязательно нужно, какое у нас состояние, что у нас творится, какой утвержденный режим на водохранилище, гидротехническое служение. То есть, здесь... Ну, а какое ведомство этим занимается? Сейчас этим занимается министерство, Министерство экологии и геологии и природы. А сколько в бюджет ежегодно закладывается на борьбу с паводками? Ну, по министерству я вам не скажу, почему, потому что целенаправленно на борьбу с паводками у нас даже такой бюджетной программы нет. Есть резерв правительства, в случае, если, как говорится, не дай Боже, случится дата, оттуда, в случае объявления ЧАЭС, оттуда эти деньги, как говорится, финансируются, эти вопросы финансируются. У нас, на наших сооружениях с публиканской собственностью, эксплуатирующей организацией является РГП Каладхоз. У нас там целенаправленно выделяется, есть бюджетная программа специальная, за счет которой, как и ремонт, ремонтные работы, мелкие все, так и обеспечение. То есть, в любом случае, мы перед каждым паводком готовим оборудование, соответственно, технику, инертные материалы. То есть, все это оттуда проводится. Ну вот сегодня в Сенате поднимался вопрос о коррупции в сфере водных ресурсов. И в рамках программы «Наше дело», которая выходит на телеканале «Атамикен Бизнес», мой коллега, ведущий Константин Харламов, поднимал вопрос о проблемах водоканала Садпаев. Давайте посмотрим фрагмент. А вопросов действительно много. Как руководству самого канала, так и к республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного введения «Казводхоз», в чем введении этот канал и находится. Но для начала расскажем, что из себя представляет канал имени Садпаева. И вот это, пожалуй, ключевая информация. Канал эксплуатируется с 1967 года. Гарантия на бетон на насосных станциях составляет 100 лет. Советские строители возводили сооружения на совесть. А нынешние управленцы, можно сказать, только на этом и выезжают. Конечно, плановые ремонтные работы выполняются, но больше носят косметический характер. Там замазали, здесь подмазали, на том и успокоились. На некоторых станциях складывается впечатление, что у них просто нет хозяина, который бы заботился и относился к стратегическому объекту должным образом. Увы, но принцип «пока все нормально, значит шевелиться не надо» работает здесь стабильно. Тем временем гидромеханическое оборудование канала введено в эксплуатацию в 1967-1971 годах и с того времени морально устарело и имеет стопроцентную амортизацию. Только вдумайтесь, агрегаты работают более 40 лет. Здесь, конечно же, проводятся ремонтные работы, но ремонтируются съемные узлы и детали. Незаменяемые корпусные детали работают с тех пор, как были установлены и в каком они состоянии – большой вопрос. С энергетическим оборудованием ситуация схожая. При нормативном сроке эксплуатации в 25 лет оно эксплуатируется более 45. Вам известны проблемы, существующие на этом канале? Да, конечно, проблемы есть, но все эти проблемы так или иначе планомерно. Есть план, соответствующий по решению этих проблем. То есть в каком плане я говорю? Когда говорю «проблема», имеется в виду то, что да, было сейчас сказано, что построен он был еще в советские времена, да, но у нас очень много сооружений в советские времена построено. Износ у них есть, по ним, но государство планомерно… Есть соответствующая государственная программа, если вам известно, в которой выделены, предусмотрены финансовые средства на проведение ремонтных работ. И это все работы планомерно ведутся. Ну, вот написано, что канал эксплуатируется уже более 40 лет, и за это время подводные конструкции водохранилищ и плотин ни разу не обследовались. Как часто должны проводиться проверки? И что может вообще произойти, если вдруг выйдет из строя гидросооружение? Какие масштабы бедствия могут быть? Ну, по каналу масштабы бедствия только в том, что у нас весь центральный регион на какое-то время может оказаться без воды. Почему может? Потому что есть еще и резервные источники, вы не забывайте. Что может этому способствовать? Ну, вывод насосных оборудов, выход из строя насосов. Ну, для этого предусмотрено. Есть везде, они все в рабочем состоянии, потому что после того, как вышел в эфир материал ваших коллеги, была создана комиссия, комиссия проехала, проверила, удостоверилась. Все, как говорится, то, что я вам сейчас говорю про резервные насосы, они все в рабочем состоянии. То, что финансовые средства выделяются полномерно, да, они есть. В принципе, эта информация открытая. А можно ли вообще предположить гипотетически, возможно ли вообще ситуация, когда наводнений, паводков в стране не будет? И что для этого надо делать? Знаете, вот я вам так скажу, если гипотетически наводнений и паводков не будет, это говорит о том, что у нас не будет весеннего стока. Если у нас не будет весеннего стока, у нас воды не будет. Так что давайте лучше пускай будет паводок. Ну, хорошо. Паводок – это естественно. Я думаю, сейчас с вами многие жители, которые подвергаются наводнениям, в корне с вами не согласны. Нет, я, возможно, не согласен, но надо понимать, что весенний поводок – это естественное природное явление. За счет весеннего поводка, кстати, промывается, естественно, промывается русло рек. Так сказать, санитарная обработка. Мы даже больше, вот сейчас касательно канала Канч-Сатпаева, мы там делаем искусственно, обеспечиваем искусственный поводок. У Айртыша, при Киертес, у нас в Назарь Грудином тремя водохранения, тоже обеспечен искусственное течение поводка, для того, чтобы не нарушить природный баланс, естественно. Я читала информацию, что в Узбекистане более тысячи жителей переместили из самых опасных участков. У нас в Казахстане делается такое засмотренное финансирование на эти цели? Да, насколько знаете, вот, допустим, Абасар-город, да, там построили целый микрорайон, тоже переселили. Так что у нас тоже, да, принимаются меры. Правда, это уже, этот вопрос не мы ведаем, поэтому, как говорится, я вам точно на это ответить не могу, точно сказать, но принимаются, да. Ну вот после оптимизации министерства по чрезвычайным ситуациям, его ведомство, его функции передали вашему ведомству, комитету по водным ресурсам? Или распределили как-то между министерствами? Нет, нет, к нам отошла только функция по контролю за безопасностью. А кто еще тогда отвечает за ситуацию с паводками? Какие еще министерства? Если говорить вопрос прохождения паводка, да, обеспечения прохождения паводка, да, через сооружение, то есть обеспечение режима, да, правильно, то это да, это наша задача. Если мы говорим про уже устранение ущерб, то есть предотвращение, уже, так сказать, стихийный бейс, то это МВД. Но может быть в этом есть вся проблема, что нет одного ведомства, которое полностью отвечает за ситуацию с наводнениями, с паводками? Ну, я бы с вами не совсем согласился. Как эффективнее работать? Эффективнее работать взаимодействие, то есть обеспечивать взаимодействие. Взаимодействие есть на сегодня? Да, у нас взаимодействие, в принципе, уже есть. Если мы когда-то, забегая вперед, да, у нас в самом начале, так сказать, когда вот Козелогашская трагедия случилась, потом, да, были вопросы к прогнозам, то сейчас этот вопрос очень хорошо поставлен. Уже на протяжении нескольких лет мы вовремя получаем и хорошие прогнозы, в принципе, которые нам позволяют, кстати, вовремя все на это дело реагировать. Ну, понятно, что управлять природной стихией очень сложно, но не невозможно, наверное, да, все-таки. И опыт многих стран показывает, как эффективно можно предотвращать наводнения. И вот сегодня депутат Кожамжаров еще раз напомнил, что важно закрыть вопрос с Китаем по регулированию трансграничных рек и в целом наладить межстрановой контакт и контакт между ведомствами. Спасибо большое за беседу. Будем надеяться, что эта весной ситуация будет намного лучше, чем в прошлые годы. Ну, и смотрите далее в программе. Отдадим в другие руки. Главный государственный контроль, сделали инспекционные органы. Казахстанский Сан-Франциско. Как Акимат Алматы намерен привлечь свыше 2 миллиардов долларов на развитие мегаполиса? Заметки с инвестиционного форума в выпуске. Размах наркобизнеса. По 30 миллиардов евро в год тратят жители стран Европейского Союза на наркотики. Роль первого президента Казахстана сегодня обсудили на международной парламентской конференции в Нур-Султане. Так, спикер Мажелиса Нурлан Нигматуллин считает, что успехи независимого Казахстана во многом связаны с умением Ельбасы консолидировать нацию. Всего в конференции участвует около 200 делегатов из более чем 10 стран. Моя коллега Фариза Булатбек сейчас на прямой связи со студией. Фариза. Фариза, вы меня слышите? Фариза, вы в прямом эфире? Фариза, вы говорили о многом, говорили о многом, что было сделано на президентской аварии, в следующем году уже исполняется 30 лет. Мы просим прощения за технические неполадки и перейдем к другим темам. За 6 лет с 2013 года по статье «Приобретение транспортных средств» государство потратило свыше 650 миллиардов тенге. Такие данные приводит информационный портал inbusiness.kz. Обратите внимание на сравнительный анализ. Так, затраты на автотранспорт обходятся государству немногим меньше, чем строительство школ. По данным Комитета по статистике Минэкономики за 2018 год, в целом в Казахстане было построено 90 школ. Средняя стоимость строительства одной школы – 2 миллиарда тенге. В прошлом году из средств бюджета было потрачено 123 миллиарда тенге на обновление автопарка. Это сопоставимо с введением в эксплуатацию 60 школ. Примечательно, что львиная доля расходов приходится на центральный госаппарат. Средства, затраченные из республиканского бюджета, в 3-4 раза выше, чем расходы из местного бюджета. По данным Комстата, в настоящее время в Казахстане порядка 98 тысяч госслужащих. Среди них 453 политических работников, 285 чиновников, служащие корпуса А, 97 тысяч человек числятся в корпусе Б. Между тем, в Каратальском районе Алматинской области уже почти год не могут закончить ремонт центральной больницы. Более 9 месяцев врачи и пациенты теснятся в трех блоках здания, так как в основном здании ремонт остался незавершенным. Как выяснилось, на работы по обновлению корпуса было выделено 275 миллионов тенге. По словам руководителя медучреждения, причину остановки он не знает. С подрядчиком рассчитались только по актам проделанных работ. При всей этой неразберихе страдают только посетители. Помимо этих проблем, как говорят жители Уштобе, в районной здравнице ощутима нехватка койко-мест. Не выдаются бесплатные лекарства, не ставят на учет и многое другое. Когда они закончатся, сколько можно ждать этот ремонт, чтобы они закончили. У нас, допустим, дети, когда заболеют, придем, чтобы в больницу поклали. У нас нету мест. Почему? Потому что у нас идет ремонт. У нас никак не может закончиться ремонт. Сколько можно уже нас тоже теребить с этим ремонтом. Придем в больницу, попросим, чтобы нам дали лекарства бесплатные. У них никогда лекарств бесплатных не бывает. У строительной компании не хватило сил выполнить работу. Они не сделали, а я не оплатил. Они получили деньги за проделанную работу, и то только по акту. Программы реконструкции Алматы и новой Алматы должны привлечь в ближайшие пять лет свыше двух миллиардов долларов инвестиций, заявил на инвестиционном форуме Аким Бегаполиса Бахаджан Сагентаев. Южную столицу намерены развивать, по примеру, американского Сан-Франциско. При этом, по самым скромным подсчетам, темпы роста экономики Алматы составят 5% в год. Какие проекты готов предложить инвесторам Акимата, об этом нам расскажет моя коллега Амина Абдрахманова. Она сейчас на прямой связи со студией. Добрый день, Амина. Определены ли основные направления для инвестирования? Добрый день, студия. Мы находимся на площадке Инвестфорума. Отмечу, что презентация проектов для иностранных инвесторов прошла на самом высоком уровне. Так, бизнесмены предлагают несколько направлений для вложения средств. Основные из них – это строительство ЛРТ, метро, а также проекты по принципам ГЧП. Это программа «Ветхое жилье», строительство объектов здравоохранения и образования. Чтобы обеспечить ежегодный рост экономики в 5%, власти города намерены провести глубокую структурную реформу экономики с основным упором на сектора новой экономики. Сагентаев уверен, что этот структурный маневр откроет принципиально новые возможности для инвестирования. Аким города сообщил, что разработана стратегия развития Алматы. Рассматривается опыт мировых мегаполисов, к примеру, Сан-Франциско. «Алматы имеет лидирующие рейтинги по инвестклимату. Вы знаете, что в субнациональном рейтинге Всемирного банка по лёгкости ведения бизнеса Алматы устойчиво занимает первое место среди всех регионов Казахстана. Ещё один принципиальный момент. В сентябре этого года агентством ФИЧ нашему городу присвоен кредитный рейтинг BBB, который означает низкий уровень риска для инвестиций». Отмечу, что в Алматы разработана концепция развития до 2050 года, согласно которой мегаполис должен войти в топ-100 лучших городов мира. На этом у меня всё. Студия передаю слово вам. Спасибо, Амина. Сан-Франциско звучит неплохо. Инспекционный орган, который будет контролировать работу лифтовых хозяйств и аттракционов, предложили создать в Казахстане. С такой инициативой выступили представители Национального центра аккредитации. По их мнению, акиматы с функцией контроля работы лифтов и аттракционов не справляются. Их безопасную эксплуатацию обеспечит создание саморегулируемого органа, считают специалисты. Предложить соответствующие поправки в законопроект центр аккредитации намерен в следующем году. Инициаторы отмечают, что в случае одобрения внедрение международного стандарта позволит сэкономить и бюджетные средства, поскольку надзорные функции перейдут к частным предпринимателям. Орган инспекции должен разработать свои требования, как должны эти батуты устанавливаться, как все требования к безопасности нашего населения, то есть по использованию данных батутов, аттракционов и так далее. Весь мир уже на 17.020 перешел. Убрали государственный контроль, сделали инспекционные органы Белоруссии, например, и в Европе, так и в Британии, так и в Америке. В Казахстане разрабатывают законопроект, усиливающий контроль над импортом и экспортом товаров двойного назначения. Об этом рассказал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Аманияз Иржанов. По его словам, нововведения нужны для выполнения Республика обязательств перед мировым сообществом, в том числе ООН по нераспространению оружия массового уничтожения и ЕАЭС. Вместе с тем, внутри страны ужесточат уголовную и административную ответственность за незаконный оборот товаров двойного назначения. Для товаров военного и двойного назначения. К товарам двойного назначения относятся все гражданские продукции, из которых в последующем можно будет сделать оружие. Что касается уголовной ответственности, это когда из третьих стран без разрешительных документов будут ввозиться компоненты, оружие для создания оружия массового уничтожения. И административная ответственность, если будут нарушаться получения лицензии, отдельные вопросы использования тех же товаров двойного назначения, не по назначению. И нам режиссеры говорят, что восстановилась связь с нашим корреспондентом Фаризой, которая находится на международной межпарламентской конференции в Нур-Султане. Фариза, вы меня слышите? Фариза, вы в прямом эфире. Спасибо, Мадина. Ну, говорили о многом, в частности, что было сделано за период президентской власти в Казахстане, который в следующем году уже исполняется 30 лет. Ну, а подробнее нам обо всем расскажет депутат Мажелиса Гульжан Карагусова. Гульжан Жанкиисовна, здравствуйте еще раз. Здравствуйте. Спасибо за интервью. Скажите, пожалуйста, в чем особенность президентской власти в нашей стране? Ну, благодаря именно президентской власти и ответственной президентской власти, которая у нас сложилась в начале, практически со дня независимости, да, мы достигли того, что мы достигли. И если вы помните и слушали здесь выступающих, все говорили о самом главном, что несмотря на то, что мы многоконфессиональное, многонациональное государство, государство транзитное, на котором сконцентрируется огромное количество интересов всех. Но Шултан Абишчев, не обещая тогда, это я точно знаю, потому что с 1994 года работала по его приглашению сначала помощник, вот уже 26-й год имею честь работать рядом с ним, он ничего не обещал. Он просто говорил, давайте все вместе построим государство. И вы, наверное, помните, что несколько лет назад Ельбаса, первый президент, еще говорил, что нам необходимо переходить от президентской формы правления к президентско-парламентской. Как вы считаете, наши парламентарии готовы перейти к этому? Я знаю, что, к сожалению, не знаю, кем создан этот образ, что у нас неграмотные парламентарии, но если бы это было так, то, наверное, и Шултан Абиш об этом неоднократно говорил, если бы у нас не было такой законодательной власти, вряд ли бы мы смогли создать такую нормативно-правовую базу, благодаря которой Казахстан и добился тех результатов, которые есть. То есть вы утверждаете, что мы уже готовы? Я считаю, что при правильном подборе депутатов именно по его заслугам, и для чего выбирает человек, не просто популистский, что он это, а за его профессиональные качества, потому что законотворческая работа, это работа очень скурпулезная, ее не видно. Она вся идет в кабинетах, в рабочих группах, где смыкаются мнения, и это готовится уже на пленарное заседание, где как бы только результат. Так этой работы никто не видит. Работа очень ответственная, потому что любая запятая в законе может изменить суть. Любое слово в законе, оно является потом обязательным для исполнения для каждого гражданина. Поэтому здесь, кроме профессионализма, еще нужно чувство большой ответственности. Именно когда в свое время, в 97-м году, ну, Султан Абиш назначал меня в Сенате, он говорил именно эти слова нам, депутатам, что вы должны понимать, вы не просто профессионалы должны быть, а мы же тогда ничего еще не знали многие, но еще должны быть ответственными. Каждый результат вашей работы – это основа нашего либо созидания, либо нет. Как вы думаете, в случае перехода к такой форме власти, нужно ли объединять две палаты парламента – Сенат и Мажелис, и сократить количество депутатов? Ну, этот вопрос спорный, потому что есть и те, и другие. И в свое время, когда создавался двухпалатный парламент, и я еще работала помощником, мы очень много взвешивали. Почему? Потому что нужна какая форма, как бы, равновесия. Равновесие должно быть везде. Может быть, полномочия двух палат немножко видоизменить, как это, например, в других странах, когда есть двухуровневый парламент. А нужно или не нужно – это, знаете, вопрос спорный. Здесь нет однозначного ответа. Спасибо. Спасибо вам за ответ. Мадина, я напомню, что сегодня должно было состояться заседание Мажелиса, но из-за данного мероприятия его пришлось перенести на завтра, а завтра в парламенте депутаты обсудят закон о статусе педагога. Вам слово, Мадина. Да, Фариза, я передаю Гульжане Женписи, что заслуг законодательной власти сегодня точно никто не умаляет. Ну а мы перейдем к другим темам. Крупнейший экспортер природного газа увеличит поставки. Речь идет о Катаре. Страна планирует увеличить экспорт голубого топлива за счет резервов, обнаруженных совсем недавно. Все подробности в обзоре аналитика Bloomberg. Власти Катара, крупнейшего производителя природного газа, к 2024 году планируют увеличить экспорт 77 миллиона до 110 миллиона тонн. В дальнейшем, как ожидается, показатель будет только расти, заявил министр энергетики Сад Шириде Аль-Каби. К слову, в топ-5 стран крупнейших экспортеров газа входят Австралия, США, Россия и Малайзия. Недавно новые запасы голубого топлива были найдены на севере арабского государства, неподалеку от города Рас-Лафан. Согласно исследованиям, объемы нового месторождения могут достигать 2 триллион кубических метров газа. Вместе с тем, ДОХО планирует инвестировать заводы по переработке СПГ в странах-импортерах, таких как Британия, Бельгия и Италия. В целом же, власти Катара, похоже, преследуют цель. Держать пальму первенства, не дав возможности соперникам Австралии и США обойти. Но все же планы ДОХО увеличить добычу природного газа на 64% приведет к его переизбытку на мировом рынке, резюмируют аналитики. О других новостях в мире расскажет Галина Гаджук. Галина. Спасибо, Мадина. С момента ликвидации главаря Даиша Бубакра Аль-Багдади Соединенными Штатами прошло больше месяца. С того периода сотрудники ООН собирают информацию, которая позволит привлечь к ответственности виновных в многочисленных зверствах на территории Ирака и других стран. В этой работе экспертам помогают новейшие технологии, например, трехмерное лазерное сканирование основных мест совершения преступлений. Таким образом удалось создать программу виртуальной реальности. Также следственная группа получила спутниковые снимки ряда городов. Вместе с тем сотрудники ООН сканируют и переводят цифровой формат все судебные дела, имеющие отношение к Даиш. Благодаря технологиям удалось установить личности 74-х человек, которые руководили террористической группировкой. 30 миллиардов евро в год тратят жители Европы на наркотики. Причем показатель за последние годы идет в рост. Таковы данные Европейского центра мониторинга наркотиков и наркозависимости. Самую большую долю на этом рынке занимает марихуана свыше 11,5 миллиардов евро. Далее идут кокаин и героин. Сегодня мы наблюдаем чрезмерно высокий уровень производства наркотиков как внутри, так и за пределами границы ЕС, что приводит к высокой доступности натуральных и синтетических веществ. Это означает, что у потребителей есть возможность получить сильнодействующие наркотические средства широкого спектра, без примесей и по очень доступной цене. Тем временем полиция на западе Испании задержала субмарину, перевозившую примерно 3,5 тысячи килограмм кокаина. Недавно судно село на мель, но долго прятаться под водой не удалось. На боборту находились три человека, задержаны только двое граждан Эквадора. А третьему подозреваемому удалось скрыться, когда субмарину подняли на поверхность. 23 человека погибли из-за землетрясения магнитудой 6,5 баллов на западе Албании. Оно произошло сразу в нескольких городах минувшим утром. За этим последовало около сотни земных толчков. Позже тысяч албанцев, чьи дома были разрушены, перебрались в палатки. А сегодня землетрясение зафиксировали уже в Восне и Герцеговине. Информация о пострадавших не поступала. У нас ничего не осталось, все разрушено. Теперь не знаем, где будем жить. А следующая новость о том, как один добрый поступок может вызвать эффект домино. На протяжении 10 лет в кафе на юге Китая предоставляют рисовую лапшу бесплатно многим людям. К примеру, пенсионерам, детям дошкольного возраста и всем тем, у кого финансовые трудности. Супружеская пара, которым и принадлежит заведение, приходит на работу в 6 утра и приготовляет блюда всего за пару часов. Некоторые жители китайского городка, знакомые с владельцами кафе, тоже решили им помочь. Неизвестный человек, к примеру, выделил деньги. Сейчас еду на бесплатной основе. Всем нуждающимся в городе Чанше предлагают уже свыше десятка кафе. В принципе, дети едят немного. Мой муж предложил мне брать с них денег. На прибыль это не сказывается, поэтому я согласилась. Мы начали предоставлять людям блюда на бесплатной основе самого открытия. На этом у меня все. Мадина, передаю тебе эстафету. Ну и к нам присоединяется обозреватель портала «Инбизнес» Табихат Нурбулат. Добрый день, коллеги. Табихат, о чем будешь рассказывать сегодня? Сегодня хочу представить два интервью, опубликованных на портале «Инбизнес КИЗ». 25 лет назад мы, красавчики, предложили идею Евразийского экономического союза. Под словом «красавчиками» экономист и автор книги «Экономика Казахстана. Мифы и реальность» Айдархан Кусаинов имеет в виду Казахстан. И, развивая свою идею, он отмечает, что для того, чтобы хорошо торговать в ЕАЭС, просто красавчиками быть мало. Прежде всего, надо заниматься защитой экономических интересов страны. Табихат, извини, что прерываю. Вот по защите наших экономических интересов. Сегодня стало известно, что странам ЕАЭС рекомендовали обеспечить справедливую конкуренцию в сфере авиации. Посмотрим, что из этого получится. А пока мы видим элементы протекционизма в том же сельском хозяйстве. Согласен? Ну, так и есть, Мадина. В этой части экономист Айдархан Кусаинов обращает внимание на необходимость развития собственного производства, не извращая при этом сути импортозамещения. Он приводит один конкретный, но очень показательный пример. Это разорение легендарного алматинского хлопчатобумажного комбината. Он был одним из крупнейших предприятий легкой промышленности СССР и локомотивом этой отрасли в Казахстане. И там работало 10 тысяч человек. Один ткацкий станок стоил 80 тысяч долларов. Проектная мощность, переработка 15 тысяч тонн хлопковолокна в год. И рынком сбыта были не только союзные страны, но также Италия, Испания, США и Канада. А теперь от такой мощи, увы, остались только воспоминания. Прочитав полную версию интервью на InBusiness.kz, вы поймете, почему на Казахстан не сыплются бонусы от ЕАЭС. Другое интервью раскрывает внутреннюю кухню протокола, точнее протоколистов. Именно они стоят за организацией масштабных форумов и саммитов. Работа, как они сами говорят, не прощающая ошибок. О тонкостях этого трудоемкого дела рассуждает Руфат Заманов. Эксперт – это эксперт по вопросам протокола, этикета и организации мероприятия. Он, с сожалению, отмечает, что сегодня нет университетов или же факультета, который готовил бы дипломированных протоколистов. Поэтому все работники этой службы имеют другое образование. А вот сам Руфат Заманов окончил историко-правоведческий факультет. Протоколистам Заманов рекомендует быть тактичными, доброжелательными в любой ситуации. Ну, думаю, этим советом могут воспользоваться абсолютно все. И вообще, сегодня, как никогда, важно быть гибкими и доброжелательными. Я бы даже сказала, что сейчас навыки правильной коммуникации оцениваются больше, чем профессиональные. Спасибо, Табиха. Да, сейчас, насколько я знаю, soft skills очень, как сказать, большие компании отдают предпочтение тем, у кого развит soft skills. Да, это верно. Согласна. Ну, а далее IT News с Ернаром Тайжаном, а также курс валют и цены на драгметаллы. Не переключайтесь. Всем привет. С вами самая познавательная передача о мире информационных технологий. Я обозреватель IT-мира Ернар Тайжан. Мы начинаем. Не секрет, что социальные сети давно стали отличной площадкой заработка денег. Если раньше для этого нужно было что-то разрабатывать самим или создавать уникальный контент, то сейчас достаточно просто пройти опрос. Социальная сеть Facebook запустила для американских пользователей приложение Viewpoints, в котором пользователи смогут получать финансовое вознаграждение за прохождение опросов и выполнение других задач. Об этом говорится в блоге компании. Сейчас сервис заступен только для американских пользователей, однако на широкие рынки в других странах Viewpoints выйдет уже в следующем году. Приложением смогут пользоваться только зарегистрированные в Facebook люди в возрасте от 18 лет. При этом сервис запросит у них личные данные, адрес электронной почты, страну проживания, дату рождения, полное имя и фамилию, а иногда и локацию. Facebook утверждает, что запустили Viewpoints только для улучшения своей продукции, а компания не будет передавать полученные данные третьим лицам. Роботы постепенно входят в нашу жизнь таким образом, что скоро мы и не сможем представить жизнь без их существования. Полиция Массачусетса взяла в аренду несколько робопсов Spot компании Boston Dynamics для тестирования при раскрытии и предупреждении преступлений. В задачи робота входило автономное наблюдение за потенциально опасными местами и вещами, оставленными без присмотра. Spot — это четвероногий робот Boston Dynamics, первую версию которого представили в 2016 году. Он обладает четырьмя подвижными ногами, которые позволяют двигаться по поверхности с различным рельефом и держать равновесие, а также системой из нескольких десятков камер и датчиков, которые помогают ориентироваться в пространстве. Представитель полиции в разговоре с изданием отметил, что роботы не использовались в качестве оружия и не применялись против людей. Возвращение легенды для стран СНГ. Компания «Калашников» представила прототип электромотоцикла «Иж», который сможет разгоняться до 100 км в час и передвигаться 8 часов без подзарядки. Мотоцикл принадлежит к типу «Cave Racer», одного из старейших движений в современной мото-культуре. Это машины для недолгих, но скоростных поездок. Мощность нового мотоцикла составляет 50 кВт, а максимальная скорость — 100 км в час. При этом батареи мотоцикла хватит на 8 часов движения. Пока неизвестно, когда новый «Иж» появится на широком рынке и за сколько концерн будет продавать такие электромотоциклы. Будут ли мотоциклы выпускать серийно или оставят прототипом — тоже неизвестно. Ну а на этом у меня все новости. Не забывайте оставлять свои комментарии на нашем канале сайта YouTube. Увидимся совсем скоро. Пока! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Говорить о дедовщине в казахстанской армии неуместно, заявил в эксклюзивном интервью «Атамикен Бизнес» главнокомандующий сухопутными войсками Вооруженных сил Казахстана. По словам Марата Хусаинова, сейчас комплектование военнослужащих идет по одному призыву. То есть молодой и старослужащий солдат в подразделениях не пересекаются. Многие опасаются ужасов, да, этой армейской жизни и так называемой дедовщины. Как вы можете прокомментировать это? Говорить о том, что есть дедовщина, это на сегодняшний день немножко неуместно. То есть вы представляете, какой... Главнокомандующий сухопутных войск также заявил, что казахстанцы не избегают службы в армии, а наоборот стремятся попасть туда. Из-за высоких требований многие желающие просто не проходят отбор. Во-первых, я хочу с вами не согласиться в том плане, что желающих служить все меньше и меньше. В первую очередь я хочу сказать, что у нас в стране призывной контингент составляет порядка 800 тысяч молодых людей. А ежегодно мы в вооруженные силы Республики Астан, в другие войска и воинские формирования призываем чуть более 35 тысяч. Полная версия эксклюзивного интервью с главнокомандующим сухопутными войсками смотрите сегодня сразу после итоговых новостей в программе «Эксклюзив» в 21.30.